Российская полиция, похоже, не намерена искать радикалов, которые снесли в Харькове бюст маршала Георгия Жукова. Уголовное дело возбуждено лишь по факту нападения на полицейских. Трое из них пострадали, когда националисты распылили слезоточивый газ. При этом стражи порядка вандалам практически не мешали, просто наблюдая за всем происходящим со стороны. Единственное из политических сил, кому на происходящее накануне в Харькове было не наплевать, оппозиционная платформа «За жизнь». В партии осудили вандалов, а её представители заявили, готовы восстановить монумент за свой счёт. Мы обращаемся к новому руководству страны с требованием немедленно и в рамках закона отреагировать на харьковские события. Они должны быть тщательно расследованы, а виновные в совершении преступления против истории украинского народа понести суровые наказания. Ваша реакция на бесчинство радикальных молодчиков — это тест на демократичность и обновление власти. Владимир Зеленский пока хранит молчание. В российском МИДе надеются на то, что он всё-таки отреагирует. Снос памятника Жукову в Харькове — серьёзный вызов для новой власти, который придётся расставить знаки препинания в предложении «осудить нельзя промолчать». Как заявил мэр Харькова Геннадий Кернес, который тоже пообещал восстановить памятник маршалу Победы, поставить точку в этой, цитата, «пляски вседозволенности и безумия» может новая Верховная Рада, досрочные выборы в которую пройдут уже 21 июля. А пока, похоже, на Украине всё остаётся так, как было последние пять лет при Порошенко. Националисты беззаконно творят, что хотят, а силовики вместо решения реальных проблем занимаются не пойми чем. Из свежего. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос собирает совещание из-за ролика на YouTube. Согласно записи, через три года Румыния объединится с Молдавией и пойдёт войной на Украину. Румыно-Молдавский союз планирует вернуть себе часть Одесской области и Буковины, которые раньше входили в состав Румынии. Матиос расценил ролик как особо тяжкое преступление, посягающее на территориальную целостность украинского государства. И хотя автор ролика написал, что это всего лишь фантастика и описание альтернативной реальности, силовики, похоже, перепугались не на шутку. На совещание по поводу фантастического видео приглашены руководство МИДа, Генштаба, Главное управление разведки, службы внешней разведки и СБУ.